Меня зовут Анастасия Густрева. Как обычно, мы с вами встречаемся здесь, дабы анализировать все происходящее, понять, почему те или иные события происходят именно сейчас, где наше с вами место в этой системе координат, ну и, конечно же, понимать, а что нам с этим всем, собственно говоря, делать. И вот наши гости, наши эксперты, это люди, которые помогают нам искать ответы на эти сложнейшие вопросы. Дмитрий Снегирев сегодня у нас в гостях, это военный эксперт, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Я бы начала наш разговор вот с чего. Вчера появилось заявление от Лукашенко о том, что Беларусь готовится к войне. Он буквально так и сказал, хочешь мира, готовься к войне. Не я это придумал. Он заявил о том, что идет снабжение военных, военных частей. Более того, с 2 по 4 апреля они проводят обучение на территории Беларуси, что для нас не новость. И сегодня появилось заявление от спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона. Его как раз спрашивали о том, есть ли угроза со стороны авиации в Беларуси. Он сказал следующее. Мы уже видели, как так называемый белорусский президент предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем авиационное применение сих территорий. И он говорит, что угроза Беларусь нам ее несет. И в том числе разного типа, как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к разному развитию событий. Мы следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров. И посему у меня к вам вопрос. А каким образом, скажем так, Путин может заставить Лукашенко все-таки втянуться в эту войну не просто предоставлением плацдармов, как это было раньше, а вот на полном серьезе? Беларусь запрещена применение вооруженных сил в Беларуси за пределами данного государства. Поэтому вопрос весьма риторический. Каким образом, соответственно, будет, скажем так, применение практически вооруженных сил данной страны в моменте возможной военной агрессии? В принципе, Лукашенко дал ответ на данный вопрос, говоря о том, что это будет расценено как якобы элемент противодействия военной угрозы со стороны, соответственно, потенциального противника. Но речь идет, в первую очередь, о Польше и балтийских странах. Но, на мой взгляд, следует отметить то, что заявления Лукашенко о возможности непосредственно участия в войне совпадают с активными операциями российской стороны, в том числе в украинских СМИ, по поводу возможных сценариев российского наступления либо на Харьковском, либо на Киевском, либо, соответственно, на Сумском направлении. То есть, таким образом, вот эти заявления, они вкладываются в общий пазл, скажем так, картины целостной. Цель которой – это растянуть возможности вооруженных сил Украины, генерального штаба вооруженных сил Украины, в моменте использования оперативных резервов. То есть, условно говоря, Лукашенко делает заявление о возможности боевых действий, но не уточняет, правильно? То ли это будет реализация Суваловского коридора, то есть вторжение на территорию Польши и Балтийских стран, то ли это будет опять повторение сценария 2022 года. Соответственно, когда речь идет о заявлениях высшего должностного лица государства, с которым у нас общие границы, и Силы обороны Украины, и, соответственно, разведца общества вынуждены реагировать. Реагировать каким образом? Протяженность белорусско-украинской границы – тысячу километров. Соответственно, это, ну, скажем так, это отвлечение резервов Генштаба вооруженных сил Украины именно на прикрытие данной участка границ. Причем второй эпизод, смотрите, появление подобных воинственных высказываний Лукашенко, опять-таки, связано и совпадает по времени с заявлением представителей стран НАТО о возможности размещения военного контингента на территории Украины, в частности, в моменте прикрытия Украино-белорусской границы. Опять-таки, с целью высвободить оперативные резервы Генштаба вооруженных сил Украины, чтобы их задействовали на наиболее проблемных участках фронта – Донецком и Запорожском. Поэтому говорить о том, что подобные заявления, они спонтанны, нет, они, еще раз подчеркиваю, они являются составляющей информационной кампании Российской Федерации. По поводу, давайте, резервов, которые есть в Республике Беларусь. Ну, на консервации на вооруженных силах Республики Беларусь порядка 1300 танков. Это Т-72Б, ну, достаточное количество, скажем так, вооруженной силы Республики Беларусь. Это приблизительно 55 тысяч личного состава. Из них 15 – это, соответственно, так называемые цивильные компоненты. Сухопутные войска Беларуси насчитывают до 24 тысяч. Наиболее боеспособными есть три бригады. 38-я гвардейская, 103-я гвардейская мобильная бригада «Витебс» и 5-я отдельная бригада спецназначения «Марина Горка». Сказать, что данного количества достаточно для реализации либо Сувалского сценария, либо вторжения в Украину – нет. 24 тысячи – это не контингент вторжений. Но тут возникает, соответственно, вопрос. Не готовит ли Российская Федерация, соответственно, так называемый гибридный характер боевых действий? То есть, фактическое повторение тех сценариев 2014 года, извиняюсь, когда под видом так называемых «зеленых человечков» либо так называемого местного ополчения были задействованы регулярные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. То есть, речь идет о том, что, например, под прикрытием якобы вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях на территории условно Польши могут быть задействованы вооруженные силы Российской Федерации. Либо это квазимилитарное образование по типу ЧВК «Вагнер». Кстати, не случайно ЧВК «Вагнер» имеют не только полевые лагеря на территории Республики Беларусь, но и, соответственно, они имеют юридическое обоснование своей деятельности. Если на территории Российской Федерации деятельность ЧВК юридически запрещена, то на территории Республики Беларусь они действуют согласно, соответственно, белорусского законодательства. Вот это основной момент. То есть, по всей видимости, вот эти все заявления Лукашенко – это возможность прикрыть непосредственное участие российских вооруженных сил в данных сценариях. Насколько реальны? Да, на Западе рассматривают возможность реализации Сувалского коридора более чем реалистично. Причем давайте говорить о том, что и последние действия российской стороны, а это именно испытания систем радиоэлектронной борьбы, четко показали возможность данного сценария. Я напомню, тогда лег спутниковая связь на большей части территории Балтийских стран, соответственно, Республики Польша. Кроме того, системами РФ пытались влучшить самолет даже министра обороны Великобритании, что весьма примечательно. А на что нам стоит опираться, дабы, вот если мы следим за этой ситуацией, да, вот вы очертили несколько сценариев, которые возможны, в том числе это и страны Польши та же, да, это и наступление возможное или запугивание наступлением на Киев и так далее и тому подобное, и коридор, о котором мы с вами вспоминали, да. На что нам надо опираться для того, чтобы понять в нужный момент, каков из этих сценариев может стать реальностью совсем там скоро и к чему нам готовиться? Данное разведсообщество, соответственно, не столько даже украинское, сколько западное разведсообщество. Поэтому, ну, та оперативная информация непосредственно место разворачивания тактической группировки российских либо белорусских порозу на все. Но на данный момент я хотел бы подчеркнуть, на территории Республики Беларусь не зафиксировано наличие российского контингента, опять, который бы можно было классифицировать как контингент вторжения. Ситуация может изменяться динамически. Я не исключаю возможности подобного сценария. Но еще раз подчеркиваю, на данный момент говорить о возможности вторжения с территории Республики Беларусь, либо российских войск, либо объединенного контингента российско-белорусского оснований нет. Но та истерия, которая нагнетается политическим руководством Республики Беларусь, свидетельствует о том, что данные заявления следует расценивать как элемент военно-политического давления не только на страны Запада, но и, соответственно, Украины. Почему я так считаю, я объясню. Данные заявления, опять-таки, совпадают, соответственно, по времени с так называемыми мирными инициативами, которые озвучены либо президентом Турции Эрджепом Эрдоганом, либо же Папой Римский по поводу так называемого белого слава. И, соответственно, Республика Беларусь пытается давить и военным, и дипломатическим способом, в первую очередь, на Украину в моменте реализации возможных сценариев февраля 2022 года. И в то же время, вот в продолжение темы авиации, пилоты обучаются для F-16 украинские, уже оттачивают навыки. Об этом, опять-таки, заявил Илья Евлаш, это спикер Воздушных сил, Вооруженных сил Украины. Он говорит о том, что сейчас две передовые группы находятся в Дании и США, они уже напрямую оттачивают навыки на самолетах F-16. Еще одна группа проходит обучение по наземной подготовке в Англии, в частности, изучают язык, это одно из приоритетных направлений самолета иностранного производства и необходимое должное знание английского языка. И, по его словам, кроме пилотов, продолжается подготовка тех персонала, чтобы в дальнейшем эти специалисты уже обучали своих коллег в Украине. Ф-16 это вот такая, знаете, какая-то людьми воспринимается как панацея или как волшебная такая палочка, которая вот, когда в Украине окажется F-16, это наступит переломный момент в войне. Согласны ли вы с этим, да или нет? И чем мы объясняем то, что вот сначала нам говорили, это начало весны 24-го, сейчас мы видим, вот обучение только проходит. Почему не случилось так, как обещалось? Ну, давайте говорить о том, что вины Запада в этом нет. Запад выполняет свои обязательства перед украинской стороной. 45 самолетов F-16 готовы к передаче украинской стороне. Но вопрос стоит, а готова ли украинская сторона принятие F-16? Мы третий год разговариваем, поднимаем тему F-16 как такой вариант вундервафф, который кардинально изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения. Но, когда вы задавали вопрос, у вас не возникло, соответственно, сомнений, а почему на третьем, третий год войны, а украинские пилоты только проходят языковую практику? За два года войны они не могли бы учить в Украине язык? Если мы третий год поднимаем тему F-16, причем обвиняем именно страны Запада в политической заангажированности, либо в процессе искусственного затягивания передачи данных самолетов, ответ очевиден. Я хотел бы услышать ответ на вопрос министра обороны Украины. В чем дело, почему украинские асы за два года войны не прошли языковой курс подготовки не в Соединенных Штатах? Кстати, первая группа летчиков Соединенных Штатов, которые были отправлены в октябре 23-го года, они тоже изучали язык, оказывается. Теряли драгоценное время не на освоение F-16, а на языковую практику. Это не профессионализм министра обороны и, соответственно, его функциональ. Первый вопрос. Второй вопрос. Количество техников. На 1 F-16 надо от 8 до 14 техников. По той информации, которая сейчас озвучена в украинских СМИ, подготовку проходит 50 техников. Не сложно. Арифметика позволяет сказать, что данного количества хватит на техническое обслуживание 5 F-16. 5-45, которые готовы к передаче украинской стороне. Остальные 40 кто будет обслуживать? Опять вопрос к Министерству обороны. Третий год войны. У нас подсоздаётся парадоксальная ситуация, когда лётчик, владеющий английским языком, пришёл в, соответственно, ТЦК, а ему сказали, а нам не нужны лётчики, с дознанием английского языка будешь воевать в пехоте. Вы объясните, это саботаж, идиотизм, непрофессионализм. В чём вопрос? И где ответ? Нам лётчики не нужны с дознанием английского? И третий вопрос, когда, соответственно, стоит уже непосредственно, скажем так, на повестке дня передачи F-16. Шасси F-16, оно очень чувствительно к взлётно-посадочным полосам. У нас взлётно-посадочные полосы – это бетонные плиты. Третий год войны. До сих пор аэродромы не готовы к принятию F-16. Зато мы 18 миллиардов выделяем на дорогах. Так это Запад виноват? Или в чём вопрос? 45 самолётов. Я продолжу, извините, чтобы не сбиваться с мысля. 45 самолётов – это серьёзное пополнение возможностей вооружённых сил Украины. В моменте, как решение, соответственно, тактического характера задач, потому что данного количества хватит, ну, скажем так, для осуществления тактических задач на определённые участки фронта, так и, соответственно, усиление возможностей ПВО. F-16 – это основа ПВО стран Запада. То есть он работает по аэродинамическим и аэробаллистическим целям. Но, опять-таки, стоит вопрос. Да, 45 единиц – это достаточно, это, в принципе, половина от лётного, соответственно, парка украинской стороны на начало широкомасштабного вторжения. Я напомню, по состоянию на 22-й год у нас было порядка 100 боевых самолётов разных модификаций. Это, вы знаете, Коношенков с перепоя может выйти и заявить, это представители Министерства обороны Российской Федерации, что с начала войны они сбили более 500 украинских самолётов. Ну, как говорится, штахановские темпы в пять раз превышающие реальные возможности вооружённых сил Украины. Но, опять-таки, стоит вопрос, 45 самолётов не решают вопрос прикрытия украинского неба полностью. Поэтому вот эти ожидания, они вкидываются в общество сознательно. Вы знаете, в любой момент могут сказать, мы могли бы, по-моему, перемахты как-то, победить в войне, победить в войне, но, вы видите, F-16 вовремя нам не передали. И никого в украинском обществе не волнует ответ на вопрос, а почему не передали? А почему, я ещё раз подчёркиваю, лётчики до сих пор не знают аналитического, нет необходимого количества техников? И третий вопрос, неподготовленные аэродромы. Но общество ждёт вундерваффе, а вундерваффе оттягивает. И мы, как ослик, за морковкой бегим и думаем, вот, наконец. Это та же самая система, как и с Таурусом. Вот нам Таурусы передадут, точно победим. А вопрос ни у кого не возникает. У нас есть собственные Таурусы. Оперативно-тактические комплексы Сапсан с дальностью поражения 500 километров. Такие же характеристики, как у Тауруса. Но их почему-то нет в серийном производстве. С 2016 года не поставили на серию. Опять вопрос, почему деньги есть на дороге, а 300 миллионов необходимых для серийного производства украинских Таурусов нет. Вот мы комплексом подняли тему. Не только Ф-16, но, соответственно, и других видов вооружения. Да, вопросы действительно уместны, и очень хотелось бы, чтобы на них нашли ответы. В то же время, если мы говорим о Таурусе, Таурусы называли как наиболее благоприятное оружие для того, чтобы разрушить Крымский мост. Как раз таки. И вот появилась информация от The Guardian о том, что Крымский мост планируют уничтожить в первой половине 2024 года. Его разрушение неотвратимо. Об этом якобы изданию The Guardian заявил высокопоставленный чиновник ГУР в своем интервью. Как нам это расценивать? Это запугивание противника? Это реальный план? Или это какой-то посыл западным партнерам, учитывая, что The Guardian все-таки иностранное издание и нацелено больше на иностранную публику? Или, может быть, реально в первой половине 2024 года нам стоит ожидать того, что Крымский мост падет? Я знал, в принципе, что Главное управление разведки – проходной двор, но не настолько. Вот этим заявлением должно вообще заниматься Департамент контрразведки СБУ. Что это за высокопоставленный представитель Главного управления разведки, который контактирует с западными СМИ и дает, соответственно, варианты дальнейших развитий событий на линии боевого соприкосновения, а именно возможности проведения так называемых спецопераций, активного характера операций. Сразу у украинского общества должен возникнуть вопрос, не украинского даже общества, а украинских специальных служб. Если публикация пошла, соответственно, это источник… Один вопрос, если это контролируемый брус информации, есть такой специальный термин. То есть информацию дают специально для проведения активного характера операций. Но если это неконтролируемый, а, соответственно, утечка информации, тогда, извините, это уже другой разговор. По поводу Крымского моста. Ну, ГУР меньше надо разговаривать, а больше делать. Тем более, давайте вспомним ту ситуацию, когда после успешной операции речь шла о нанесении удара по Крымскому мосту. Именно ГУР первый встал по принципу, кто первый встал, того и так. И это наша операция. А потом через три часа СБУ выходит и говорит, а какое отношение имеет Главное управление разведки и Министерство обороны к проведению данной операции. Если работает по принципу, я еще раз подчеркну, кто первый крикнул, тот и герой, но это не работает в данном случае. Это мы, так скажем, предварительные ласки. А теперь непосредственно к теме Крымского моста. О том, что Крымский мост будет уничтожен, заявлял и Малюк, глава Службы безопасности Украины. Это уже не анонимный источник. Правильно? Да. Более того, те действия, которые проводят силы обороны Украины, я еще раз подчеркну, и Служба безопасности Украины, и Главное управление разведки Министерства обороны, это, соответственно, составляющая единого организма под названием силы обороны Украины. Так вот, те действия, которые проводятся силами обороны Украины, а именно нейтрализация систем противоракетной обороны оккупантов, вы помните удары по, соответственно, системам С-400 «Триумф», которые были уничтожены в Крыму, плюс системы ПВО. Это первый этап каскадного характера планирования операции. Второй этап, соответственно, нанесения удара непосредственно по Крымскому мосту. Поэтому я не совсем понимаю, какую информацию оперативно, ну, скажем так, что тут «Зе Гардион» нашел. Это называется секрет Полишинеля. Это то, что Малюк, извините, в прямом эфире еще полгода назад заявил, правильно? Ну, читайте тогда Малюка. Это вопрос от «Зе Гардион», к их уровню по информированности. Зачем цитировать неназванный источник Главного управления разведки, если подобные сценарии озвучены главой разведсообщества Украины? А верите ли вы в то, что действительно в первой половине 2024 года у нас есть возможности, ресурсы и есть, грубо говоря, чем уничтожить Крымский мост? Я же правильно понимаю, что там широченное полотно, которое одним ударом просто разрушить не удастся? Ну что, значит, верю-не верю. Я аналитик, я не эксперт. Я анализирую возможности нанесения удара. Еще полгода назад мы на этот вопрос получат ответ непосредственно первые, кто узнает, это будут российские оккупанты, если у нас возможности. Полгода назад мы еще и даже мечтать не могли о возможности нанесения удара по тыловым районам Российской Федерации на расстоянии больше тысячи километров, правильно? Сейчас мы видим Нижнекамс-Елабуга, 1300 километров, большой пламенный прибет к москалям. Вот его ответ на данный вопрос. Вооруженные силы Украины модернизируют постоянно средства нанесения поражения, в том числе инфраструктурным объектам Российской Федерации. И Крымский мост не исключение. Давайте как раз об этих беспилотниках поговорим дальше. Вы упомянули 1300 километров. Это действительно впервые мы залетели так далеко, 1300 километров. Это НПЗ довольно-таки большой, который составлял большую часть переработки нефти. Это шокирующее, скажем так, обстоятельство для оккупантов. В то же время очень приятная новость для нас. И более того, СНН написали о том, что так далеко залететь. И именно этот беспилотник удалось так развить, потому что Украина начала использовать искусственный интеллект в этих беспилотниках. Можем ли мы говорить о том, что это наша маленькая вундервафелька такая, которая, по крайней мере, поможет нам обескровить, скажем так, каким-то образом армию Российской Федерации? Давайте говорить по поводу искусственного интеллекта. Если политическая воля – это искусственный интеллект, тогда вопросов нет. Речь идет о том, что удар был нанесен по НПЗ уже после появления сообщения о том, что якобы Соединенные Штаты Америки выразили свое неудовлетворение по поводу подобного характера активных операций сил обороны Украины. Ну и, соответственно, нанесение удара по НПЗ, я еще раз подчеркиваю, он дает 2,6% от общего количества переработки нефти. Это есть как раз и проявление субъектности украинского государства принятия решений о нанесении, либо ненанесении удара. Мы выслушали замечания Вашингтонского обкома и, соответственно, объяснили, что, извините, дальше мы будем как-то сами защищать свою страну. И тут просто браво. Я думаю, и россияне не рассчитывали на подобный жаркий привет со стороны сил обороны Украины. Рассчитывали на то, что действительно давление со стороны стран Запада, кризис на рынке нефти продуктов, возрастают цены, Украина взяла и ударила. Вот вам и ответ. А по поводу тактико-технических характеристик, я еще раз объясняю, я категорически против, когда, знаете, выходят многочисленные люди, не имеющие отношения к военному делу, но называющиеся военными экспертами, начинают нести откровенную ахинею, давать в открытом режиме тактико-технические характеристики, либо с западного вооружения, либо, соответственно, украинских систем вооружений. А потом мы удивляемся. Российские спецслужбы сорвали, например, поставку шведских гриппинов. Да как же так? Да кто вас за язык-то тянет? Еще раз подчеркиваю. Подобный характер вопросов обсуждается исключительно в тиши кабинетов, а не в прямых эфирах. Это вот посыл тем, кого вы будете приглашать в студии, кто будет гордо называть себя военным экспертом. Я еще раз подчеркну, я аналитик, я не эксперт. Блинкин заявил о том, что Путин никогда не сможет покорить Украину и захватить Киев. Об этом он сказал во время брифинга. Энтони Блинкин является государственным секретарем Соединенных Штатов Америки. Значит, на вопрос о том, в состоянии ли США пообещать, что Киев никогда не попадет в руки России, Блинкин сказал, я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами, этого не происходит, этого никогда не произойдет. И госсекретарь подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения в Вашингтоне допускали вероятность падения Киева. Однако теперь США уверены, что этого не произойдет. Блинкин говорит следующее. Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина завоевать всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью большой России, не сбылось и не сбудется. Можем ли мы говорить о том, что в ближайшем времени нам стоит ожидать все-таки выделения помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, которая вот до сих пор, начиная с конца 2023-го и вот уже 2024-й месяц, еще до сих пор не проголосована. Ну да, хотелось бы подобный оптимист Блинкина, чтобы он был подкреплен соответствующим голосованием, правильно? О выделении 60 миллиардов американской помощи. Теперь по поводу самой помощи. В любом случае она будет проголосована. Почему? Потому что речь идет о пакетном голосовании, то есть предоставлении военно-технической помощи не только Украине, а соответственно Израилю и Тайване. Израиль и Тайвань – ключевые военно-политические партнеры Соединенных Штатов вне блока НАТО. Это официальный статус. Ключевой партнер вне блока НАТО. К сожалению, Украины подобного статуса пока нет. Так вот, пакетное голосование в любом случае состоится. Второй вопрос. Что это будет по отношению к Украине? Либо это кредит, потому что уже Джонсон называет возможные варианты, либо это будет ленд-лист, либо это будет именно президентская программа, о которой мы сейчас говорим. Три варианта. Но в любом случае военно-техническая помощь будет. И это мы должны понимать до мая месяца. Почему и такая резкая активизация на линии боевого соприкосновения и резкое увеличение количества ракетных атак по Украине? Россияне прекрасно понимают, что период политической нестабильности в Соединенных Штатах до мая месяца закончится. И, соответственно, будет принято решение о выделении все-таки военно-технической помощи Украине. Поэтому они используют так называемое «окно возможностей». Вот именно этим объясняется такая резкая активизация. В том числе, кстати, и заявление президента Беларуси Лукашенко. Это как элемент военно-политического давления, как раз на фоне возможного выделения военно-технической помощи нашей страны. В то же время не могу не обратить внимания на заявления, которые появились от «Бундесфера» о том, что Россия расширяет свое военное влияние в Африке. Об этом предупреждает Германия, а именно командующий оперативным командованием «Бундесфера» Брендшшут. Он это заявил одному из немецких изданий. И по его словам, после военных переворотов в Западной Африке в последние годы Россия постепенно расширяет свое влияние, заменяя участие западных и европейских государств. Он говорит следующее. Россия проявляет военную активность в Буркина-Фасо и Мали. Есть признаки зарождающегося военного сотрудничества в Нигере. В Чаде происходят встречи на политическом уровне. В Судане мы пока не знаем, как именно будут развиваться события. Российские войска активно действуют в Ливии. С 2016 года заявил генерал Бундесфера. По его мнению, основное намерение России заполнить пробелы, связанные с политикой безопасности. Цель состоит не в том, чтобы одним большим ударом переломить ситуацию, а в том, чтобы последовательно изменить ее в свою пользу и оттеснить влияние Запада. Для этого Россия незамедлительно и целенаправленно использует соответствующий вакуум. Как это работает и что это может означать для нас? Я так понимаю, что Мали – это сфера влияния Франции, допустим, была какое-то длительное время. И почему Россия так сконцентрировала свои ресурсы, свое внимание именно на странах Африки? Ну, поблагодарим немецкого коллегу, но давайте проанализируем его заявление. Но не совсем отвечая действительности. Речь идет о том, что данные, перечисленные с вами страны, они находились именно в орбите военно-политического влияния одной страны – Франции. Ни о каком вакууме речь не идет. Это, опять-таки, уровень профессионалитма человека, делающего подобные заявления. Чем они аргументированы, не совсем понятно. Нигер – это, в принципе, ну, давайте говорить о том, там не только, соответственно, военно-техническое сотрудничество, но и экономическое. Урановые рудники. Соответственно, та же ситуация с Чадом, Центрально-Африканской республикой, Мали и, кстати, Суданом. Вас не удивляет, что возможность военного переворота в Судане, а он так и начал, резко сошел на нет, как раз на момент заявления Макрона о возможности отправки французского контингента в Украину. То есть кто-то дал извне сигнал. Нет, подождите. Судан еще остается в зоне военно-политического влияния Франции. По одной конкретной стране, а не по странам Запада бьют российские, соответственно, спецслужбы. И говорить о том, что это не наступление, нет, это именно наступление на позиции конкретно взятой страны. Ослабление влияния Франции на африканском континенте. Это взятие под свой контроль природных ресурсов африканского континента. Это, соответственно, алмазы, нефть, газ, золото, уран. Вот вам ответ на вопрос. То есть это ответка Макрону? Ответка, да. Нет, это ответка со стороны Макрона на действия России в Африке, как раз заявление о возможности введения французского контингента в Украину и, соответственно, отсутствие красных, так называемых, линий по отношению к Российской Федерации. Более того, жесткая ответ Путину по поводу того, нас не стоит пугать ядерным оружием, мы тоже ядерная страна. Вот, как говорится, основа данных заявлений Макрона и соответствующих дальнейших действий президента данной страны. Позиция России весьма показательна. Они формируют свою зону влияния. Причем, ну не случайно, за два года количество военных переворотов. Это свидетельствует о чем? О, соответственно, плановой, целенаправленной работе российских спецслужб, в первую очередь ГРУ, Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. И те идиоты, которые рассказывали в украинских эфирах о том, что ЧВК Вагнер сошел на нет, он в Африке весь. Я не исключаю, что и тот же Пригожин, и остальные, и Уткин, по документам прикрытия, они либо в Африке, либо на территории, соответственно, ну, скажем так, одной из центрально-американских стран, где Российская Федерация пытается так аналогично дестабилизировать. В Венесуэла речь идет. Поэтому вот вам и ответ на вопрос. Инструмент влияния раньше был, это ЧВК Вагнер. Когда поняли, что ЧВК осуществило военные перевороты, соответственно, появился замминистра обороны Российской Федерации и узаконил фактически военное присутствие Российской Федерации на законном уровне путем заключения соответствующих договоров в военно-техническом сотрудничестве. Мы с вами уже частично говорили, да, о том, что какова ситуация на фронте и тому подобное. Как вы, как аналитик, оцениваете то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, на фронте? Потому что то, что мы видим в информационном пространстве, мы не можем это все возвести под один знаменатель. Потому что очень разные заявления звучат из хорошего. То, что появлялось, это то, что Россия потерпела потеряла танковый полк за несколько часов под Авдеевкой. Об этом писало издание Forbes. Российские танки и БТР наталкивались на украинские мины, дроны, противотанковые ракеты. Шестой танковый полк армии Российской Федерации совершил крупнейший танковый штурм войны. И это стало его крахом, сообщает издание. Когда российские полки заняли руины Авдеевки, а затем продолжили атаковать на Запад, одно ключевое российское подразделение ждало. Шестой танковый полк был оперативным резервом 90-й танковой дивизии, ее подразделением прорыва. Если бы российские войска обнаружили слабость украинской обороны возле Авдеевки, то задачей шестого полка было использовать эту слабость и прорваться в украинский тыл. В субботу 90-я дивизия послала шестой танковый полк в прямой штурм неповрежденных оборонительных позиций украинской 25-й бригады, входящей в состав элитных десанта штурмовых войск Украины к западу от села Тоненько. И дневной штурм шестого полка был одним из крупнейших, если не самым большим бронетанковым штурмом войны России против Украины. Ну и по данным Укрцентра обороны стратегии, полк немного продвинулся на северо-запад от села. Это то, что мы имеем по Авдеевскому направлению. Если говорить в целом, как вы, как аналитик, оцениваете ситуацию и что означает вот эта потеря для Российской Федерации? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что штурм проводился порядка 30 единиц танков было, да? Ну вот анализируем сообщения западных СМИ. Так вот, в танковом батальоне общевойсковых полковой дивизии Российской Федерации 31 танк. Батальон нет. То есть проводилось силами батальона танкового, не полка. Это вот опять к вопросам о профессионализме людей, которые пытаются разговаривать на военной теме. Почему я весьма скептически, еще раз подчеркиваю, отношусь, ну когда называют военными экспертами. 30 единиц трех танковых ротов, еще один у командира батальона. Вот он ответ. Да, потери российских оккупантов, по-моему, 12 танков было. Это рота, танковая рота они потеряли. Но это серьезные потери. Речь идет о том, что Российская Федерация не учится на своих ошибках. От слова абсолютно. И это большой плюс украинской стороне. Я напомню, аналогичные танковые штурмы с огромным количеством потерь в виде личного состава и, соответственно, бронетехники были и под Углидаром, и под Авдеевкой. Ну и теперь мы наблюдаем опять-таки повторение этой же ситуации. О чем это говорит? Опять-таки о том, что Российская Федерация до сих пор использует тактику времен Второй мировой войны. Слава Богу, как говорится, вопросов нет. Украинская земля, она гостеприимная, она примет не один танковый батальон. И, соответственно, личный состав. В качестве перегноя. Но, по поводу ситуации на линии фронта. Есть тактические продвижения оккупантов. Причем весьма существенные. Говорить о том, что нет успехов, но это режим теплых ванн. Успехи тактического уровня. Да, ему не удалось выйти на оперативный простор. Оперативный простор – это более 30 километров. На данный момент продвижение оккупантов – это максимальное продвижение. Именно на Бахмутском направлении, это в районе Часов-Яра. Это глубина продвижения порядка одного километра. Можно говорить, что да, это относительные успехи. Но до этого времени продвижение было порядка 150 метров. Задачи оккупантов, ну, чтобы я время не заменимал, на данный момент резко активизация по всей линии боевого соприкосновения. На всех участках ведется наступление. Поэтому, когда выходят в эфиры и говорят о том, что ожидаем следующего российского наступления в конце мая, в начале июня. Вы помните такой, так называемый, институт изучения войны данную ересь сообщал? Так вот, хотелось бы спросить, а что с данным наступлением? Оно закончилось? По-моему, нет. Оно продолжается. С октября месяца мы потеряли порядка 500 квадратных километров украинских территорий. Еще раз подчеркиваю, задача оккупантов до мая месяца попытаться выйти на административные границы Донецкой области, использовать окно возможностей. Второй момент – это, соответственно, возможности вооруженных сил Украины. И тут ключевым будет играть наличие, либо же отсутствие инженерно-фортификационных сооружений. Если их возвели не на бумаге, а нереально, тогда говорите о дальнейшем продвижении оккупантов на момент, как раз, когда подойдут снаряды. Ну, это давать, скажем так, ненужные надежды российскому обществу. Не смогут они прорваться с учетом ландшафта местности. На Авдейском направлении это, соответственно, ряд искусственных, ну, скажем, там не искусственных, а естественных водохранилищ, рек и прочее. Плюс господствующие высоты. Аналогичная ситуация. На Бахмутском направлении мы контролируем господствующие высоты в районе Клещевки, в районе Часовьяра. На Купинском направлении мы контролируем господствующие высоты в районе Табаевки, в районе Синьковки. Ну, и аналогичная ситуация в районе Углидара. Он на господствующих высотах. Поэтому продвижение оккупантов под вопросом, но опять-таки, еще раз подчеркну, все будет зависеть от быстроты исполнения так называемой Чешской инициативы и, соответственно, инициативы стран ЕС в моменте поставки артиллерийских снарядов для нужд вооруженных сил Украины. Очень надеюсь, что действительно будет быстро все это сделано, то, что обещано, и F-16, и все остальное, и то, что от нас зависит, что мы сделаем. Спасибо вам большое за разговоры, за то, что нашли для нас время. Дмитрий Снегиров, военный аналитик, политолог, был с нами сегодня на Политеке. Друзья, я благодарю, что вы с нами, что вы нас смотрите, поддерживаете. Обязательно подпишитесь, если вы вдруг этого еще не сделали. Мы специально для вас оставили кнопочку под этим видео подписаться, вам достаточно ее нажать, и вот вы уже в комьюнити практически миллиона людей, которые не боятся искать правду, слышать правду. Ну и, конечно же, она не всегда приятная, но очень нужная для того, чтобы разбираться во всем том, что происходит. Мы с вами обязательно увидимся в следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Густрева. Вы себя, пожалуйста, берегите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!